Всем привет, вы на канале, Серега Влог Германии. Все что происходит внутри Германии. Мы покажем и расскажем вам, последние новости. Все последние годы безработица в Германии в условиях экономического подъема и нарастающего дефицита кадров неуклонно снижалась. В конце 2019 года ее уровень упал до рекордно низких 4,8%, а число не имеющих работы сократилось примерно до 2,2 миллиона человек. Для сравнения, в середине 2000-х годов безработица держалась в ФРГ на уровне 11-13%, а на пособии жили порядка 4,5 и в какой-то момент даже около 5 миллионов человек. Однако в этом году пандемия коронавируса вергла многие страны мира, в том числе и Германию, в глубокую рецессию, что вызвало значительный, хотя пока еще не обвальный рост безработицы. В июне ее уровень в ФРГ достиг 6,2%, а число не имеющих работы превысило 2,85 миллиона человек. Таковы актуальные данные Федерального агентства по труду, штаб-квартира которого находится в Нюрнберге. Именно оно регистрирует в ФРГ безработных, платит им пособия и помогает в трудоустройстве. Бюджет БИА формируется, прежде всего, благодаря действующей в ФРГ страховке от безработицы. Она обязательна для всех наемных работников за исключением тех, кто выполняет одноразовые работы или получает меньше 450 евро в месяц. Страховой взнос составляет с 2020 года 2,4% от зарплаты до вычета налогов и отчислений, брутозарплата. Работодатель автоматически переводит его агентству по труду. Для сравнения, в 2006 году сработников взимали 6,5%. Но начавшееся затем устойчивое оздоровление рынка труда позволило постепенно снизить ставку до нынешнего рекордно низкого уровня. Это, естественно, способствовало росту получаемой на руки зарплаты, нетозарплаты и покупательной способности занятых. Итак, пособия по безработице выплачиваются в Германии не из госбюджета, они финансируются из фонда, который формируется из отчислений всех работающих. Соответственно, первое ключевое условие для его получения – претендовать на деньги от бией может только тот, кто хотя бы минимально поучаствовал в наполнении общего котла. Пособие полагается тому, кто в последние 30 месяцев до подачи заявки платил взносы как минимум 12 месяцев, причем неважно, трудился ли он все время на одном месте или менял работодателей. Таково основное правило, хотя из него есть целый ряд исключений, касающихся, например, тех, кто растил ребенка в возрасте до 3 лет, добровольно служил в армии, долго болел. Им могут засчитать соответствующие периоды. Такой фактор, как гражданство, на получение пособия в Германии никак не влияет. Оно полагается любому иностранцу, который легально работал в ФРГ, будучи гражданином одной из стран ЕС или обладателем вида на жительство. В свою очередь, время, в течение которого можно получать пособие по безработице, зависит от того, как долго наемный работник пополнял своими взносами общий котел. Но тут вступает в силу и второй фактор – возраст. Если заявку на пособие подает наемный работник моложе 50 лет, то он будет получать его целый год 12 месяцев, при условии, что платил взносы на протяжении не менее 24 месяцев за последние 5 лет. Тот, кто пополнял общий котел меньший срок, но более 12 месяцев, будет получать пособие полгода 6 месяцев. Если же претенденту выше 50 лет, то продолжительность получения пособия поэтапно увеличивается до 24 месяцев. Максимальный двухлетний срок полагается всем, кто старше 58 лет, при условии, что они в течение своей трудовой жизни платили взносы в общей сложности не менее 48 месяцев. А вот на размер пособия ни возраст, ни то, как долго работник платил взносы, уже не влияют. Тут вступает в силу третий фактор – наличие детей у претендента на пособие или у того, с кем он живет в оформленном или не оформленном браке. Бездетному претенденту полагается 60% предшествовавшей нетозарплаты, а если есть хотя бы один ребенок – 67%. Механизм подсчета тут такой. Берется бруто-зарплата последних 12 месяцев, суммируется и делится на 365 дней. Из полученной дневной бруто-зарплаты вычитают подоходный налог и взнос солидарности с восточными землями, а также социальные отчисления в размере 20% и получают чистый заработок в день. И уже от этой нетозарплаты начисляют 60% либо 67%. Скажем 1200 или 1340 евро, если исходить из довольно типичной для Германии чистой зарплаты приблизительно в 2000 евро. Хотя разброс в зависимости от профессий и регионов очень большой. Вся эта система может показаться излишне усложненной и забюрократизированной, особенно если учесть немалое число исключений. Но это – результат длительного законотворческого процесса, направленного на совершенствование механизма поддержки безработных и призванного максимально учесть различные жизненные ситуации, в которых они могут оказаться. Что происходит после того, как безработный молодого или среднего возраста получал пособие целый год, а представитель предпенсионного возраста – даже два года, но так и не смог найти подходящую работу, которую он, таково требование Федерального агентства по труду, обязан искать. В Германии безработный и в этом случае не оказывается без поддержки, но получает ее уже не из общего страхового котла, а от государственной системы социальной помощи, официально именуемой пособия по безработице 2. В Германии ее чаще всего называют Хардсфир, по имени ее разработчика, менеджера Петера Харцеа. Укажем лишь на несколько принципиальных отличий. Если попавший под сокращение несемейный наемный работник до 50 лет получает 60% своей прежней зарплаты, то по истечении года ему начинают выплачивать деньги, исходя уже из прожиточного минимума. Стандартная ставка такого пособия составляет сейчас 432 евро. При этом, правда, учитываются реальные потребности получателя, так что ему могут приплачивать, например, за жилье. Однако для подсчета этих реальных потребностей претендент обязан представить агентству по труду полный отчет о своем имущественном положении, EBA вправе урезать определенные выплаты и потребовать, например, сначала истратить имеющиеся сбережения. Получатель уже обычного пособия по безработице платит независимо от того, сколько у него накоплений, автомобилей или, скажем, ценных бумаг. Спасибо. 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 Спасибо.